О том, как Минас Аветисян отказался писать портрет Ленина. В 1970 году Советский Союз отмечал 100 лет со дня рождения Ленина. Подготовка началась задолго до 22 апреля, и, по плану партии, в СССР повсюду должен был царить ленинский дух. Массовая подготовка страны включала создание новых фильмов, статей, книг, спектаклей, картин и т.д., демонстрирующих образ великого и вечно живого вождя пролетариата. Тогда же к художнику Минасу Аветисяну обратились с предложением написать к юбилею портрет Ленина, но талантливый художник дал очень резкий ответ, «Ленин для меня не Аполлон. Художник не портье, я не рисовал и не буду рисовать, вот и все». А на новый, 1972 год семья художника поехала в деревню. Ночью 1 января 1972 года в мастерской Минаса произошел крупный пожар, сгорело около 300 картин. Пожарные так и не приехали, якобы они напились в новогоднюю ночь. Говорят, после пожара отец был подавлен, но все равно остался самим собой, когда партия предложила ему вместо сгоревшей построить новую мастерскую. Минас потребовал второй этаж и высокие потолки, вспоминает сын Минаса Аветисяна на рек. Есть предположение, что именно эти слова стали для Минаса роковыми, и загадочная автокатастрофа и гибель сорока шестилетнего талантливого Минаса были расплатой за постоянную дерзость и неподчинение советской власти. Все было подстроено. Такого же мнения и сын Минаса Аветисяна, Минас был абсолютно лишним и опасным человеком для тогдашних руководителей, резюмирует Нарек Минасович, сын художника. Удивительно трагическая судьба художника и его работ, сначала сгорели картины, затем погиб сам Минас, а потом роковое землетрясение в 1988 году. Уничтожила фрески Минаса Аветисяна в Гюмри. Фрески Минаса Аветисяна в Гюмри.